Всем привет! Есть такие автомобили, которым готовы всё простить и отдать все деньги на обслуживание. И как раз такой автомобиль – Skoda Superb 3-го поколения. А сейчас мы расскажем, что в нём не так и что в нём так. Итак, встречаем Skoda Superb 3-го поколения. Кстати, на данный момент эта красавица продается. Ссылочка на неё будет в описании к этому ролику. Вообще, Skoda Superb 3-го поколения любят иногда больше, чем Passat B8. Кто-то ездит на этой машине просто на работу, домой, возит детей в школу, а кто-то люто тюнингует эти тачки и прокачивает, чтобы наказывать секса светофора и даже участвовать в драг-соревнованиях. Да, есть и такие владельцы. Ну а мы сейчас расскажем, что будет после такой прокачки, то есть что может случиться, и расскажем, как продлить жизнь этому симпатичному и хорошему автомобилю. И действительно, Skoda Superb в этом поколении снова кажется более привлекательной покупкой, чем Passat B8. Да, в ней нет некоторых топовых опций и гамма-двигателей скромнее, ну разве что нет битурбированного двухлитрового турбодизеля. Но в целом без него можно спокойно обойтись. Зато есть турбобензин на 280 лошадиных сил. Всё в Superb прекрасно. Как прежде, он длиннее Passat B8, конкретно колёсная база длиннее на 5 см, а длина кузова больше примерно на 10 см. Багажник у универсала огромный – 650 литров. Тоже больше, чем у пятидверного Passat. Если речь не про универсал, то альтернативный кузов Skoda Superb в третьем поколении – это не седан, а лифтбэк. У него крышка багажника поднимается вместе со стеклом. Получается огромный проем и грузовой отсек на 625 литров. Красота! Но крышка багажника больше не трансформируется, как у Superb второго поколения. Но давайте переходим к делу. Давайте начнём с салона. Просто, молча, посмотрите на салон этого симпатичного автомобиля, а мы вам кое-что расскажем про заслонки. Итак, добро пожаловать в салон. Часто на этих Superb скрипят заслонки управления потоками воздуха. Они находятся прямо по центру консоли в глубине на расстоянии от центральных воздуховодов. Чтобы до них добраться и смазать приходится разбирать всю переднюю панель, хотя некоторые пользователи с эндоскопом нашли более хитрый способ. Эндоскоп, а именно его видеокамера, может стать вашими глазами в недрах консоли. С его помощью можно найти шестерёнки заслонок. Останется только через длинную трубочку распылить подходящий очиститель и смазку. Кстати, добраться до них можно сверху, сняв декоративную решётку торпеда. Ну и ещё после пробега в 200-250 тысяч километров может перестать работать моторчик вентилятора салона. У него изнашиваются угольные щётки. Так вот, угольные щётки можно купить неоригинальные отдельно и поменять. Оригинальный же моторчик стоит 180 долларов, но есть заменители, которые в несколько раз дешевле. Теперь про двигатели. Как обычно, начнём с бензиновых моторов. Они у нас в Беларуси менее популярны, и примерно треть вот таких автомобилей оснащены двигателями TSI. Самый младший из них – 1.4 TSI. Этот двигатель хорошо изучен, но здесь стоит не старый 1.4 TSI с цепным приводом, а семейство EA211 с ременным приводом ГРМ и системой отключения второго и третьего цилиндра ради экономии топлива. Такой мотор появился в 2012 году. Он полностью алюминиевый, с открытой рубашкой, охлаждения, чугунными гильзами, непосредственным впрыском, двухступенчатым масляным насосом и у него один либо два фазовращателя. А ещё у него помпа приводится отдельным зубчатым ремешком от выпускного распредвала. Сама помпа с двумя термостатами объединена в один модуль с системой управления охлаждением двигателя, а интеркулер встроен во впускной коллектор и имеет жидкостное охлаждение. Что по надёжности? Эти двигатели реально надёжные при пробеге до 200 тысяч километров, при условии замены масла каждые 7500-10 тысяч километров. Кстати, владелец вот в этой машине меняет масло каждые 7500 километров. То есть этот двигатель вложений не потребует. Бензин минимум АИ-95. Так вот, ещё при пробеге в 200 тысяч километров может потечь та самая комбинированная помпа, и её замена с вашего кармана станет по оригиналу в 180 долларов. Ну, ещё раз повторим, что это реально очень надёжные двигатели, и 1.4 TSI ничуть не уступает своему, можно сказать, собрату 1.6 MPI. Вот этот атмосферник ходит без проблем 500 тысяч километров. Ну и не забываем, ремень ГРМ в 1.4 TSI меняем на рубеже 120 тысяч километров. Идём далее. С конца 2018 года на Skoda Superb 3-го поколения начали устанавливать новые двигатели 1.5 TSI. Они из семейства EA211 EVO, но имеют много конструктивных отличий от старых 1.4 TSI. Так вот, блок у этого двигателя полностью алюминиевый. А вот в версии на 150 л.с. ни о каких чугунных гильзах речи не идёт. Поверхность цилиндров создана плазменным напылением чугуна. У VAG есть ещё версия мотора 1.5 TSI на 130 л.с. Так вот, там использованы чугунные гильзы. Ещё одна особенность именно 130-сильной версии – это использование турбонагнетателя с реально изменяемой геометрией в горячей части. Это привычное для любого турбодизеля решение очень редко, практически никогда не использовалось на массовом и неспортивном бензиновом моторе. Такой 130-сильный двигатель работает по циклу Миллера. У него пониженная температура отработавших газов, что позволило без проблем внедрить механизм изменения геометрии турбины. Ну и специально отметим, что такого 130-сильного двигателя 1.5 TSI на Superby 3-го поколения не было. У 150-сильного мотора обычный турбонагнетатель, то есть с перепускным клапаном в горячей части. А ещё двигатель 1.5 TSI оснащён системой ACT, которая отключает два из четырёх цилиндров. Ещё из новшеств – это масляный насос. Он приводится от коленвала и встроен в крышку в блоке цилиндров со стороны шкива коленвала. Его производительность от 1.4 до 3.3 бар, и он шиберный. Кстати, зубчатый шкив коленвала, то есть для ремня ГРМ, эллиптический. Такое решение появилось в 2000-х годах на дизельных двигателях с насос-форсунками, то есть вот этот эллиптический шкив уменьшает нагрузку на ремень ГРМ. Кстати, ещё у этого мотора демпферный шкив коленвала, то есть для ремня навесного оборудования. Он не вечный, но недорогой. Помпа двигателя 1.5 TSI тоже встроена в отдельный модуль терморегулирования. Этот модуль расположен сзади на ГБЦ. Сама помпа приводится отдельным зубчатым ремешком от выпускного распредвала. Никакого подобия термостата в этом модуле и двигателя в целом нет. Поток охлаждения жидкости регулируется заслонками, которым управляет отдельный сервопривод. И вот такая вот помпа с терморегулятором стоит примерно 500 долларов. В приводе ГРМ используется обычный зубчатый ремень, точно такой же, как на двигателе 1.4 TSI и 1.6 MPI. А вот для установки меток и фиксации распредвалов и коленвала используется специальный набор инструментов. И юстировка с помощью тоже специального инструмента производится с точностью до 0.1 градуса. Кстати, в такой процедуре нуждается любой мотор VAC с системой отключения цилиндров. Ну и если вы решили купить автомобиль вот с таким мотором 1.5 TSI, то на ближайшее СТО обязательно уточните, есть ли эти инструменты в наличии. Но вот в Беларуси на многих крупных СТО такие инструменты есть. Ну и если в двух словах, то валы газораспределительного механизма должны быть выставлены точно, то есть супер точно. Если расположение валов, вернее, положение валов будет некорректным, то этот двигатель корректно работать не будет. В общем, вот такие вот сложности случаются с двигателями с системой отключения цилиндров. Ну и еще скажем, что зубчатый ремень ГРМ на этом двигателе надо менять на рубеже 120 000 км. Да, двигатель 1.5 TSI напичкан новомодными решениями, что действительно может напрягать. Но на самом деле эти двигатели служат без нареканий. Ну вот сейчас достоверно известно, что на пробеге в 75 000 км примерно трескается мембрана маслоотделителя. И из-за этого может появиться масложор. А вообще маслоотделитель лучше поменять при наличии запотевания под ним, то есть при его появлении. Новый оригинальный маслоотделитель стоит примерно 170 долларов. Есть пару хороших заменителей по соточке. Ну а в остальном двигатель 1.5 TSI хороший. Перегнали машину ненадолго, потому что просто нереальный ветер. Так вот, еще на этих автомобилях есть двигатели 1.8 TSI и 2.0 TSI. Вот это вот 1.8 TSI CJSC на 180 лошадиных сил. Эти двигатели относятся к семейству 3 и 3B, и поэтому о них можно разом все рассказать вместе. У этих моторов чугунные блоки цилиндров, цепной привод ГРМ, пара фазовращателей, двухступенчатые маслонасосы, два набора топливных форсунок для впрыска и в цилиндры, и во впуск перед клапанами. В ГБЦ есть и гидрокомпенсаторы, и система изменения длины хода клапанов, но со стороны выпуска. Двигатели поколения 3B появились в 2016 году, а на Superbe они появились в 2018 году. Эти двигатели отличают возможность работы по циклу Миллера, а система изменения высоты подъема клапанов AVS переехала на впускной распредвал. И еще Superbe обошли вопросы с износом передних концов распредвалов, а также обошла проблема износа первых двух шеек распредвалов. Вообще, в процессе эксплуатации все пары трения могут пострадать от низкого давления масла, а причиной тому будет что? Масляный насос. Дело в том, что масляный насос на двигателях семейства EA888 Generation 3 производительность этого масляного насоса ниже, чем у поколения 2. Что можно сделать? Можно поставить масляный насос от двигателя EA888 поколения 2 и отключить низшую ступень давления масла. Но такие случаи износа ГБЦ на суперберг третьего поколения очень редкие. Еще специалисты советуют каждые 100 тысяч километров промывать форсунки непосредственно впрыска. Но для этой процедуры нужен специальный стенд, который промывает форсунки под давлением 100 бар. А вообще форсунки непосредственно впрыска, которые стоят на этом двигателе, впрыскивают топливо под давлением 250 бар. А вот зачем нужна промывка? А дело в том, что из-за некачественного топлива нарушается распыление топлива, и топливо попадает на стенки цилиндров. Именно там и образуются задиры. Жор масла у моторов семейства EA888 поколения 3 минимальный либо же отсутствует. Цепь ГРМ служит примерно 150-200 тысяч километров, и ее состояние можно оценить через смотровое окошко. Если натяжитель выступает на шесть бороздок, то надо закупаться запчастями для замены цепи ГРМ. Маслоотделитель стоит менять каждые пять лет либо же на пробеге в 50 тысяч километров. И вот масляные пятна под маслоотделителем говорят о том, что его уже надо менять. И, кстати, из-за маслоотделителя может и появиться тот самый жор масла. Еще у этих двигателей с завода в расширительных бачках системы охлаждения есть пакетики с силикогелем для компенсации агрессивности антифриза G13. Так случается, что пакетики с силикогелем лопаются и разлетаются. По системе охлаждения чаще всего эта небольшая доза силикогеля оседает в печке, то есть в ее теплообменнике. Если такое произошло, то со штурманской стороны перестает дуть теплый воздух. Пакетик силикогеля можно достать вот из этого расширительного бачка щипцами, а можно также заменить вот этот вот оригинальный бачок с надписью «MIT силикат» на неоригинальный, в котором просто нет силиката. Но в любом случае придется поменять антифриз G13 на G12++, потому что G13 без силикогеля нельзя использовать. В остальном же эти двигатели при нормальном обслуживании на профильных ИСТО хорошо и долго служат, без каких-либо особых проблем. Ну вот мы и вернулись обратно к свету. А сейчас мы поговорим про дизельные двигатели. Дело в том, что супербов с дизельными двигателями больше, и это прежде всего из-за того, что в Европе таких автомобилей больше. То есть выбор больше, пробеги больше, цены ниже. Частенько встречаются пробеги от 200 000 км. И при пробеге более 300 000 км на дизельных двигателях дают о себе знать проблемы с системами экологии. Доступные для Skoda Superb 3-го поколения двигателей – это 1.6 TDI и 2.0 TDI. Относятся к семействам EA288 и EA288 EVO. У первых блоки чугунные, а у вторых блоки алюминиевые. Алюминиевые – это только 2.0 TDI, которые выдают 150 лошадиных сил. У всех двигателей EA288 ременной привод ГРМ, гидрокомпенсаторы и поперечная продувка цилиндров. То есть впускные и выпускные клапаны расположены не вдоль длинной стороны ГБЦ, а поперёк. У двухлитровых двигателей EA288 под Евро-6 предусмотрен фазовращатель. Такое чудо досталось некоторым 150-сильным мотором Superb. У моторов EA288 ГБЦ абсолютно новое. Здесь впускные и выпускные клапаны расположены в два ряда, то есть вдоль длинных сторон ГБЦ. Насосы системы охлаждения отключаемые, а вот вакуумный насос совмещен с масляным насосом. Этот узел находится под коленвалом и приводится отдельным зубчатым ремешком. А вот у двигателей EA288 EVO вакуумный насос вернули на ГБЦ и приводится он от впускного распредвала. Что можно сказать по поводу надёжности этих моторов? О надёжности у них предостаточно. Примерно 500 тысяч километров. Вопросы с экологией легко решаются. Чтобы не загубить этот двигатель, надо использовать качественные запчасти по теме ГРМ. Так вот, ремень ГРМ по заводу надо менять каждые 210 тысяч километров, и это предел. Но лучше это делать раньше. В остальном систематических проблем у этих двигателей нет. В общем, у нас есть подробнейший разбор этого мотора на канале, поэтому обязательно посмотрите. Там мы рассказали все нюансы. И ещё, если не подписаны, обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите колокольчик. С механическими трансмиссиями у третьего Superbo пока проблем нет. Но владельцы обязательно должны знать, что все трансмиссии идут с двухмассовыми маховиками. И у каждого двигателя двухмассовый маховик разный. Их производят компания «Люк» и «Сакс». Стоят они от 500 до 1000 долларов и ходят достаточно долго, то есть 300 тысяч километров. Двухмассовые маховики не любят долгих пробуксовок, а также езду с прицепом в натяг. Что касается автоматических трансмиссий, то здесь сплошь DSG. С более слабыми двигателями по мощности идёт сухая DQ200, с более мощными DQ250 и DQ381. Сухая DQ200 давно избавилась от детских болячек, и к моменту появления на Skoda Superb третьего поколения она достигла очень большой надёжности. По сути, её расходником является то самое двойное сцепление. Стоит оно от 500 до 1000 долларов и ходит примерно 200 тысяч километров, ну и даже более. Но чтобы было совсем хорошо, в ней надо менять масло. Там два типа масла. В мехатронной части жидкость для гидроусидителя пусть вас это не смущает, а вот шестерни дифференциал смазываются двумя литрами трансмиссионки. И работы по замене несложные, то есть владельцы иногда это делают сами. Вообще о DQ200 мы рассказывали очень много. И самое главное, что её можно подробно диагностировать фирменным сканером. И поэтому перед покупкой Skoda Superb съездите на профильный сервис и продиагностируйте её. Вы узнаете о прошлой жизни трансмиссии, о текущем состоянии по десяткам параметров. Skoda Superb с двухлитровыми моторами оснащалась мокрой DSG DQ250. Мокрые DSG изначально получились надёжными, и поэтому о надёжности этой трансмиссии беспокоиться не стоит. Но в ней каждые 60 тысяч километров надо менять масло. Масло здесь используется одно, то есть мехатронная часть и пакет фрикционов работают на специальном масле. Его можно слить через сливную пробку с контрольной трубкой. Сливается около 5 литров. На СТО его закачивают через сливную пробку, но можно залить его через отверстие под масляным фильтром, но этим путём оно заправляется долго. Сам фильтр установлен вертикально под аккумулятором, и точный уровень масла можно узнать через специальный датчик диагностическим сканером. С двухлитровыми моторами на Skoda Superb 3 идёт трансмиссия DQ381. Она появилась в 2017 году. Так вот, она сделана на основе надёжнейшей DQ500, и инженеры её не испортили, то есть сделали изначально надёжной. Но в первые годы пришлось перепрошивать неоднократно эту трансмиссию, чтобы убрать шероховатости в её работе. Многодисковое мокрое сцепление служит гораздо дольше, чем сухое. Стоит 800 долларов и обычно меняется при капремонте трансмиссии, хотя пока трансмиссия DQ381 до капремонта не добирается. Для замены масла надо 5 литров специального масла. Замене подлежит ещё и фильтр. Из эксплуатационных хлопот пока замечено запотевание из-под крышки дополнительного электронасоса. Он находится на заднем торце трансмиссии. Так вот, чтобы устранить это запотевание, надо поменять уплотнительное колечко. И вот эта неприятность замечена на старых и самых ранних DQ381. А ещё есть случаи откручивания дополнительного электронасоса. Как это происходит, до сих пор непонятно. Но все 5 болтов крепления откручиваются. И это зачастую трагично заканчивается для АКПП. То есть открутившийся дополнительный насос может пробить дыру в корпусе трансмиссии. Поэтому следите за этим, подтягивайте болты и посадите их на резьбовой герметик. Ну и напоминаем, что у «АвтоСтронга» есть подразделение «Мотостронг». Мы сами привозим отличные мотоциклы из Европы, продаём мотоциклы с минимальными пробегами и полным пакетом документов. Так что если нужен мотоцикл отличный, то обязательно обращайтесь в «Мотостронг». Ссылочки будут в описании. Также в «АвтоСтронге» помимо отличных б.у. запчастей есть абсолютно новые и технические жидкости. Звоните нам, пишите, заходите на наши соцсети. Будем рады. Ссылочки на сайт тоже в описании. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать вам об этом автомобиле. Ну что, мы на СТО, и прежде чем мы продолжим, мы сейчас зададим очень важный вопрос, который интересует всех очень интересному и знаменитому человеку. Доброго дня, Константин. Подскажите, пожалуйста, а что нужно сделать для того, чтобы автомобиль служил дольше и чувствовал себя лучше? Значит, тезис первый. Не давать машину мне. Есть второй тезис. Он свойственен людям в возрасте. Оставить машину на 64 года, и тогда ваши правнуки скажут вам спасибо. Третий вариант. Вы можете есть дитейлинг каждый год, проводить плановые, тяжелые ТО автомобиля и вкидывать в вам миллионы-миллионы белорусских рублей. Это очень важно. Но также есть и недавно разработанный ведущими инженерами из Санкт-Петербурга способ. Это спектр автомобильной химии, трепотехнических присадок, а также пластичных смазок от компании SU-PRO-TECH. Используя его в своем автомобиле, вы сможете значительно продлить ресурс узлов и агрегатов, и он останется в состоянии близком к заводскому долгие-долгие годы. Подскажите, пожалуйста, Константин, а где можно приобрести этот самый SU-PRO-TECH? Вы знаете, есть проверенные ребята на территории Беларуси. Даже сложно назвать их ребятами. Это уважаемые люди и компания Автострон, которая занимается продажей, доставкой, и самое главное, это наш партнер на территории Беларуси, который вы можете заказать и в кратчайшие сроки получить продукцию компании SU-PRO-TECH. Так что телефоны и адреса мы, если вы не против, коллега, я оставлю в описании под вашим видео, где наш случайный зритель сможет легко эту информацию найти и продлить жизнь своего автомобиля. Покупайте SU-PRO-TECH в компании Автостронг. Спасибо, Константин. Только проверенные люди и проверенное качество. Ну, а теперь продолжаем. Если Skoda Superb 3-го поколения оснащена автономным отопителем Vibasto, то следите за парой стальных трубок, которые к нему подведены. Дело в том, что эти трубки находятся возле привода правого переднего колеса, и на них летит грязь и реагенты. И на 3-4-й год эти трубки корродируют насквозь, и с них затем выливается антифриз. Если Skoda Superb 3-го поколения полноприводная, то сзади будет установлена муфта Haldex 5-го поколения. Так вот, в нашем случае мы эту муфту вам показать не можем, потому что машина переднеприводная. Так вот, если установлена муфта Haldex, меняйте масло каждые 40 тысяч километров, а также снимайте электронасос, чистите маслозаборник и устанавливайте на новые уплотнительные колечки. И тогда это существенно продлит жизнь Haldex. В передней подвеске Skoda Superb 3-го поколения ничего примечательного. Типичный Макферсон, но есть особенность. Дело в том, что вот эти задние сайлентблоки передних рычагов служат всего лишь 40 тысяч километров, но, правда, стоят по оригиналу всего по 30 долларов. То есть, это даже больше расходник, чем стойки стабилизатора, которые готовы пройти в два раза больше, а стойки стабилизатора по оригиналу стоят по 25 баксов. Шаровые опоры выхаживают примерно 100 тысяч километров, меняются отдельно и стоят по оригиналу примерно 90 долларов. Ступичные подшипники реально надёжные или едва ли их придётся поменять к пробегу 170 тысяч. Стоят по оригиналу по 120 долларов. В задней подвеске едва ли потребуется ремонт до пробега в 200 тысяч километров. Здесь во всех случаях многорычажка, но всё-таки небольшие есть отличия по сравнению с переднеприводной версией и полноприводной версией. Здоровенный передний сайлентблок продольного рычага стоит около 60. Самый нижний сайлентблок цапфы продаётся за 30 долларов. Самый верхний рычаг стоит 35. Это всё стоимость именно оригинала. Цены не кусаются абсолютно. Задние ступичные подшипники для переднеприводных версий стоят по 300 долларов оригинал. Для полноприводных версий по 400 долларов. Но, к счастью, есть много неоригиналов в пределах 100 долларов. То есть здоровенный супер, не сильно затратный в плане подвески. Напоминаем, что на данный момент эта красотка продаётся. Ссылочка на неё будет в описании. Ну что, а вы бы отдали своё предпочтение Skoda Superb 3-го поколения? Или всё-таки Toyota Camry лучше? Обязательно пишите об этом в комментарии. И ещё напишите, пожалуйста, если у вас был опыт владения этим автомобилем. Мы читаем каждый комментарий и стараемся отвечать. Ну и подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. И помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».